ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ Готовимся и к местным выборам, которые пройдут через два года. Спросили мы и о том, почему Георгий Кавкалюк уехал из страны, а также когда он намерен вернуться на родину. Я не считаю, что он убежал из страны. Думаю, он достаточно ясно пояснил, что в первую очередь отправился голосовать с диаспорой, затем отметил, что сейчас работает. А вы общались? Когда он вернется домой? Не могу предоставить вам детали. Он сейчас занят работой за рубежом. Когда удастся заполнить недостатки со времен электоральной кампании, он вернется домой. Между тем, в офисе Альянса за объединение румын, которая в предвыборный период, а также во время избирательной кампании проводила много демонстраций и протестов, было глухо. Все в отпуске. На дворе. Конец августа. Диаспора возвращается домой. Почему сегодня АОР молчит? АОР не молчит. АОР делает. Были обещаны хорошие времена, и мы не хотели бы определенными нашими заявлениями мутить воду, чтобы нас воспринимали как дестабилизирующий фактор. Мы ждем всех стратегических изменений. Ведь еще не все перестановки в правительстве проведены. Не встретили мы никого и в офисе партии «Демократия дома», возглавляемый Василием Костюком. Сам он нам по телефону рассказал, что вся команда сейчас отдыхает, а с осени партия вернется в строй и будет следить за деятельностью правительства. Мы взяли паузу со всеми нашими коллегами, потому что было много работы, и мы устали. Мы остались довольны результатом, и далее прошедшим в парламент время для маневров. Вернемся в сентябре с новыми силами. На начало месяца уже запланировано заседание партии в рамках Национального совета. Между тем, бывший депутат румынского парламента Кристиан Ризи, осужденный у себя на родине за коррупцию, обвиняемый в незаконном получении молдавского гражданства и участвовавший в досрочных парламентских выборах 11 июля по списку политической партии Ной, утверждает, что политформирование, которое он представляет, стремится попасть во власть и находится в процессе подготовки к местным выборам. Мы, как политическая партия, присутствуем. В масс-медиа серии инициатив, которые у нас есть, следим за тем, что делает новый парламент. В избирательной кампании вы говорили, что будете защищать права ветеранов. Да, состоялась встреча ветеранов, и хочу поприветствовать инициативу спикера Игоря Гроссу, который встретился с ними два дня назад. А вы встречались? С ветеранами, с их лидерами. Я встречаюсь ежедневно, они обеспечивают мне защиту. Вы им платите, даете деньги? Нет, я не даю им деньги. Это единственные люди, которые остались неподкупные. Но мы не видим, чтобы вы боролись за права ветеранов. Погодите, как это не боремся? У нас есть инициативы для них, но мы не прошли в парламент, чтобы их воплотить. В досрочных парламентских выборах 11 июля приняли участие 23 конкурента. 20 политических партий, 2 избирательных блока и 1 независимый кандидат. По итогам голосования в законодательный орган прошли партия «Действия и солидарность», блок коммунистов и социалистов и политическая партия «Шор».